Смерть это единственное, что точно гарантировано в жизни каждого из нас. Но что кажется максимально несправедливым, так это умереть молодым, да еще и на гребне успеха. Вдвойне прискорбно, когда виной тому ни авария, ни болезни, ни самовыпила руки людей, почему-то возомнивших себя в праве лишать жизни других. Мы немало говорили о смертях ютуберов, но еще ни разу не затрагивали тему убийств. Так что предлагаю ознакомиться и с такими страшными историями. Добро пожаловать на Телл Блогнет и сегодня ты увидишь топ-10 убитых ютуберов. Десятое место. Дестон Гарретт. Парняга был спортсменом и в широком смысле слова ютубером его назвать нельзя. Хотя смерть встретила его именно в тот момент, когда он решил делиться с миром своим творчеством на видеохостинге. Дестон дробнул на ютуб записанную им песню и замутил вечеринку, чтобы отпраздновать это событие. Он пригласил корешей и продемонстрировал им свое творение. Один из старых друзей Гаррета по имени Фредерик Маршал заявил, что ему не нравится трек и ребята повздорили. В ходе дискуссии Дестон попросил приятеля свалить, на что тот расчехлил огнестрел и всадил ему пару маслин в тушку. Дестона Гаррета госпитализировали, но спустя два часа он отправился к праотцам из-за ранений, несовместимых с жизнью. На похороны парня собралась целая толпа народа, а друзья отзывались о нем как о прекрасном, миролюбивом и талантливом человеке. Девятое место. Михаил Кирияк. Популярный блогер Натакон был известен русскоязычному ютуб-комьюнити как влогер и игрун в Майнкрафт. Казалось бы, безобиднее некуда политических заявлений не делал, как фрик не выглядел. Баснословного бабла не имел, за что его мочить. Происшествия, которые обсуждают далеко за пределами Приднестровья. В Тирасполе в своей квартире найден мертвым 19-летний видеоблогер Михаил Кирияк. Тем не менее, в начале февраля 2018-го его тело было найдено в ванной комнате его собственной квартире в Тирасполе. Тушка была покрыта ножевыми ранениями, в основном в области шеи, головы и спины. 2 февраля жена блогера Кира Кирияк сделала запись на своей странице ВК, где упомянула, что мужу вонзили нож в спину в прямом смысле слова. Собственно, с тех пор пресса замолчала. Хотя при жизни канал Миши насчитывал более 178 тысяч подписчиков и пользовался определенным успехом. Все мы и по сей день можем только догадываться об истинных причинах и мотивах убийства. И даже имя Макрошника доподлинно нам неизвестно. Так что остается лишь надеяться, что виновные понесли заслуженное наказание. 8 место. Асия МакГоун. История Асии про сталкинг с трагическим финалом. 20-летняя девушка вела блог, где делилась с подписчиками своей жизнью и достижениями. Она занималась танцами и мечтала стать актрисой. Единственное, что могло задеть отдельных пользователей за живое, был ее феминизм и атеизм. Хотя сейчас в этом вообще нет ничего особенного. В определенный момент юзер под ником Тони48219 начал осыпать девушку гневными и оскорбительными комментариями практически под каждым ее роликом. Бан не помогал. Поехавший преследователь размножал аккаунты, как грибы после дождя. Мотивом прессинга стала неприязнь Тони к женщинам, особенно чернокожим и атеистам. В один прекрасный день Асия выпустила ответ на оскорбление назойливого хейтера. В свою очередь хейтер, которого на самом деле звали Энтони Пауэлл, выпустил ролик со своими намерениями выпилиться. 10 апреля 2009 года он застрелил Асию прямо в театральной школе, где она занималась, после чего вздернулся сам. 7 место. Станислав Думкин. Этого парня нельзя назвать активным ютубером, хотя канал при жизни у него был. Все же львиная доля аудитории Думкина околачивалась в его инстаграме, где он имел более 20 тысяч подписчиков. Лично я не замечаю, что он выглядит как-то неординарно. К тому же Андрею Петрову он точно не соперник. Тем не менее, в конце лета 2017 года в московском парке Горького на Станислава напала компания бухих молодых людей, прицепившись к парню за якобы вызывающий внешний вид. Дело кончилось трагично. Думкина ударили в челюсть, после чего он рухнул на асфальте и смачно долбанулся тыквой. Провалявшись в коме неделю, он скончался в больнице от полученных увечий. Самое интересное, что подозреваемым в гибели блогера стал сын актера Сергея Макарова из сериала «Интерны». Корней, именно так зовут палача Станислава Думкина, был арестован, но адекватного приговора за этим не последовало. Макрушник отсидел в СИЗО полгода, после чего суд вынес ему наказание за причинение смерти по неосторожности сроком в один год, которая автоматически аннулировалась по принципу «один день в изоляторе и за два в тюрьме». Ну и какие-то деньги он остался должен семье потерпевшим. Хорошо все-таки в России иметь влиятельных родителей со связями. Даже на мочилого людей это дает зеленый свет. Шестое место. Томас Бринкли. Майкл Крейви, более известный под псевдонимом Томас Бринкли, снимал влоги, обзоры и реакции. Он также создал модификацию игры DSX под названием Invisible War Revised. История его кончины интересна тем, что крякнул не один он, да и к безвинным жертвам насилия его отнести нельзя. Его дело назвали самоубийством с помощью копа. Завязка сюжета достойна второсортного голливудского боевичка. Томас Бринкли проник на территорию университета Флориды и атаковал одного из преподавателей с ножом. Затем блогер сел в свой черный джип и смылся. Через пару часов полиция обнаружила его на парковке торгового центра Батлерс Плаза, где мочкануло как опасного элемента, когда он пытался оказать вооруженное сопротивление. Примечательно, что сотрудник университета не был блогеру ни врагом, ни обидчиком. Поговаривают, что блогер плотно сидел на веществах и вообще не дружил с будкой. Так что отриггернул его скорее не объективный раздражитель, а банальные беды с башкой. 5 место. Тамиша Ридж. Уникальность этой блогерши заключалась в том, что она учила людей кроить и шить, снимая соответствующие туториалы на ютубе. 1,5 метра для моего джипа. А заодно обзавестись полезным хобби. Помимо всего прочего, 31-летняя блогерша была матерью троих детей, но черт попутал ее связаться с плохим парнем по имени Дамешла Грин. В течение 10 лет их связывали отношения, в которых они регулярно сходились и расходились. Последнее схождение обернулось для Тамиша роковым. Вскоре она бросила его, а он решил отомстить. Обезумевший мужик влез в дом блогерши и застрелил ее, когда та спала. В доме при этом находились все дети и даже их совместный с жертвой ребенок. Выстрел в упор, само собой, не оставил ей ни единого шанса на выживание. Грин позвонил в полицию сам. На момент совершения убийства он уже был судим и даже нарушил правила условно-досрочного освобождения. Макрушник отрисал свою вину и вешал правоохранителям байки о случайном обнаружении мертвой любимой. Но мудрый суд отправил его под шконку на 75 лет строгача. Четвертое место. Мамихан Умаров. Анзор из Вены. Именно под таким псевдонимом творил контент-уроженец Чечни Мамихан Умаров. Еще в 2007 он получил статус политического эмигранта и обосновался в Австрии. Дело в том, что когда-то он работал следаком в Министерстве госбезопасности Республики Ичкерия. А после того, как территория стала подконтрольной России, подобных деятелей попросту зачищали. Да и самого Умарова не раз пытали и избивали на допросах. Это побудило его покинуть родину и просить политического убежища. Известность Мамихану принесли видео и записи, в которых он открыто и яростно критиковал Рамзана Кадырова. При этом блогер не скупился на откровенные оскорбления и упреки. Однажды герой России обратился ко всем, кто его оскорбляет, и заявил, что будет отстаивать свою честь любыми способами. В ответ на это Умаров записал роковой видеоролик, где назвал свой номер телефона и призвал Рамзана присылать кого угодно. А это айборчик? А это айборчик? А это айборчик? О май ад! За Кадыровым, разумеется, не заржавело. Несмотря на то, что накануне главного события Мамихан усилил охрану своего дома, смерть застала его на парковке супермаркета в Венском пригороде, где он и получил свинца в затылок. В минувшие выходные вот здесь, на въезде во двор одной строительной фирмы в пригороде Вены, был застрелен выходец из Чечни, гражданин России Мимихан Умаров. Казалось бы, дело шито белыми нитками, но все не так просто. И, вероятно, Умарова убрали не только и не столько за выпады в сторону Кадырова. Он сотрудничал с австрийскими спецслужбами, стараясь раскрыть чеченских киллеров в Европе и даже находился под защитой властей, от которой, однако, и это Deutsche Welle подтвердила австрийская полиция, отказался. Убийцу 47-летнего Сарали Ахтаева судили и посадили на пожизненное без права подачи на УДО спустя 15 лет. 3 место. Тимоти Уилкс. Смерть этого блогера вполне можно было бы назвать производственной, ведь во время ее наступления Тимоти Уилкс производил тот самый контент, за счет которого и стал известным. Парняга снимал пранки, но не рассчитал, что у людей бывает расшатанная нервная система. Дело было в американском Нэшвилле. Вместе с коллегой 20-летний ютубера решил инсценировать ограбление. Смеха ради. Они подгребли с ножами, к компании молодых людей начали требовать бабки. Один из чуваков шутейку не понял и расценил все как реальное нападение и ограбление. Он расчехлил пушку и выстрелил в Уилкса. Ну а тот, в свою очередь, крякнул на месте. 23-летнего Дэвида Стрэнса, который стрелял, не посадили. Он имел право на ношение оружия. А закон штата Теннесси гласит, что человек не обязан отказываться от применения смертоносной силы в случае, если он действует законно и в порядке самообороны. Стоят ли лайки, репосты и подписки жизни? Вопрос риторический. Второе место. Месси Майя. Энтони Барре, более известный в сети как Месси Майя, был рэпером и по совместительству ютубером. На своем канале он размещал ролики с фристайлом и комедийные влоги, в которых с острым сарказмом высмеивал жизнь людей и насилие в районе, где проживал. 14 ноября 2010 года Месси и его девушка устроили вечеринку «Бэби Шауэ». В Америке так называют сходки, когда друзья поздравляют беременных женщин с грядущим рождением ребенка. Месси выходил из вечеринки и получил пулю в затылок прямо на углу дома. Примечательно, что накануне собственной кончины он сделал запись на фейсбуке, посвященную убитому близкому другу, которую закончил словами «Скоро увидимся». Убийство блогера взбудоражило не только Нью-Орлеанскую общественность, но и звезд. После происшествия многие рэпы и РНБ-исполнители возмутились тупому уличному насилию. В их числе была даже Ники Минаж, объем в своем треке «Формэйшн», использовала коронную фразу блогера как выступление. Убийство обвинили некого Джейсона Гамильтона, но вскоре адвокаты откопали для него алиби и обвинение было снято. Причем сначала он сам признался в мокрухе, но это списали на обострение биполярки, которой он страдал. В общем, за убийство Месси никто так и не понес наказание. Ну и первое место – Кристина Гримми. Эта девушка вела на ютубе очень популярный блог, где демонстрировала свои вокальные и музыкальные способности. Она была пианисткой и круто пела. Так круто, что ютуб даже привел ее к участию в шоу «The Voice», аналогу нашего голоса. В 2016 году девушка отдавала концерт во флоридском городе Орландо, но после выступления следовала автограф-сессия. Поехавший фанат, а может и хейтер, тупо пустил в нее несколько пуль, когда та общалась с поклонниками. За девушку уступился брат, а в завершении всего действия преступник застрелился и сам. Неизвестно, хотел ли он этого или случайно получилось во время борьбы с братом погибшей, да и мотивы Мокрухи доподлинно неизвестны до сих пор. После стрельбы девушка провела несколько дней в реанимации, и врачи отчаянно пролились за ее жизнь, но не срослось. Одно хорошо – молниеносная реакция брата Гримми позволила спасти еще неведомо сколько жизней. Мало ли что за говно было в голове у поехавшего стрелка. Печально? Ну а ребят, есть один повод улыбнуться. Короче, эксклюзивная инфа для вас. В общем, пару дней назад залипал в ютуб и наткнулся на видео, где крупный блогер рассказал лайфхак, как можно зарабатывать по 10 тысяч рублей в день без вложений, просто играя в игру на компьютере или телефоне. Ребятки, пока эта стратегия работает, пользуйтесь. Короче, вот вам подгон. Делюсь этим видосом с вами, можете кликнуть вот сюда и посмотреть. Пользуйтесь, пока метод еще работает, главное не поднимайте больше 10 тысяч в день, тогда точно все будет ок. Переходите по ссылочке в описании и смотрите, обучайтесь. Также подпишись на наш паблик ВК и канал в Телеграме, весь там мы все время вместе общаемся и проводим голосование по новым темам.